Уважаемые дамы и господа, добрый день. Вы видите, у нас несколько поменялась декорация на сцене. Вторая часть нашего сегодняшнего дня «Контенаст» – Digital Day, CNDD. И начинаем мы ее с, пожалуй, наиболее интригующей и в некоторой степени провокационной сессии. Заявленное название, я думаю, все вы его прочитали – «Будущее пророки». Итак, первым, кто расскажет нам, раскроет нам свое видение, свои мысли по поводу будущих и нынешних пророков, будет абсолютно уникальный человек, представляющий абсолютно уникальное издание. Через несколько секунд здесь появится Лука Дини, главный редактор Vanity Fair, Италия. Дорогие друзья, это издание на самом деле уникально. Оно уникально и в семействе Vanity Fair, поскольку это единственное издание Vanity Fair, которое является еженедельником. И надо сказать, что этот еженедельник в момент празднования десятилетия итальянского издания Vanity Fair вышел на 250 полосах с приложением в 500 полос. И это не только еженедельник, это еще и совершенно уникальный веб-сайт с шестью миллионами уникальных пользователей в месяц. А также еще одна интересная и уникальная действительно черта этого издания Vanity Fair заключается в том, что в каждом номере, каждую неделю есть фэшн-секция. Итак, главный редактор Vanity Fair, Италия, Лука Дини, сегодня с нами на Канденас Диджитал Дэй. Лука, добро пожаловать. Спасибо, что вы к нам зашли. Спасибо. Дамы, господа, хочу первым делом поблагодарить московскую команду, наших московских коллег за приглашение. Горжусь тем, что меня пригласили выступить на CNDD. Пожалуйста, обратите внимание на то, что я намеренно выбрал провокационный заголовок для своей презентации. Я очень надеюсь, что он позволит мне подвести вас к совершенно неожиданным выводам. Конечно, я буду делать какие-то смелые обобщения. Ну, сами понимаете, я приехал к вам из чужой страны, из Италии, представляю себе нашу, так сказать, модную индустрию, но догадываюсь, что в других странах все по-другому. Поэтому, сразу хочу отметить, что есть, с одной стороны, масса ужасных журналистов, пишущих про фэшн, точно так же, как есть фантастическое количество выдающихся блогеров на тем фэшн, уверен, что многие из них, собственно, здесь и присутствуют. И сразу хочу поблагодарить своего редактора и художника Шашу Гомбачни за те чудесные картинки, с которыми я буду перед вами выступать, и они, надеюсь, освежат и мою презентацию сделают ее более увлекательной. Когда давным-давно стали появляться первые фэшн-блоги, они были совсем не похожи на фэшн-блоги современности. Люди просто фотографировали других людей на периферии модных показов, а может быть и вообще в отрыве от них. Но дальше в эту отрасль ворвался фэшн и, как обычно, все испортил. Так вот устроен мир моды. Мы привыкли перехватывать какие-то оригинальные, искусственные, прошу прощения, естественные языки, какие-то побеги чего-то прекрасного и естественного. А дальше мы их удушаем своими подходами. Стали зазывать фэшн-блогеров на шоу, стали выдавать им каких-то помощников, ассистентов, заключать с ними контракты. Мне кажется, что действительно цифровой пиар очень многое здесь изменил. Действительно, без него мы вряд ли пришли бы в этот ми-ми-мишный мир в новом смысле этого слова. Мими-ми в смысле я-я-я, и все только обо мне. Мир победившего селфиа. Стрит-стиль всегда был источником вдохновения для нашей отрасли, для создания мудбордов, дизайнеров. Но сейчас люди стали сами себе художниками, сами себе дизайнерами. Интересно, что они, конечно, и обгоняют фэшн-журналистов, и имеют какие-то более свежие взгляды на моду. Лучше пользуются картинками Инстаграма, не зациклены на текстах. Больше пишут про шоппинг, чем про моду. У них очень простой подход. Мне это нравится, и я хочу это купить. Каких-то обзоров они публикуют не очень много, хотя есть известные исключения. Они не особо занимаются исследованиями. Их мало интересует какая-то аналитическая информационная работа. Они в основном зациклены на себя. Но при всем приятном, у них есть ковяжская жилка. Они работают сами на себя и зарабатывают деньги. Хорошо ли это? Да, в общем, скорее, хорошо. Мне кажется, здесь мы наблюдаем пересечение фэшн-журналистики с своеобразным таким хорошим изводом вуайеризма. С одной стороны, это хорошее сочетание, поскольку проще пользователям идентифицировать себя с блогерами, а не с какими-то вот небожителями, которые обычно пишут статьи для модных журналов. То есть для них это своеобразное реалити-шоу. Механика та же самая. Во-вторых, они гораздо лучше используют картинки. И это, кстати говоря, сразу же дает импульс к покупке. Молодежь же сейчас не совершает покупок, потому что она прочитала обзор, а потому что она совершает покупок, потому что ей понравилась картинка. Мне это нравится, пожалуй, я это куплю. Вот так вот они. И принимают решение пойти в магазин. Практически идеальная картинка, но не до конца. Что это за люди и в какие магазины они ходят? Давайте разберемся. На большинстве рынков фанаты, фолловеры, фэшн-блогеров. Это люди молодые, подростки. И у них обычно денег-то немного. То есть они не могут быть серьезными покупателями. Они просто мечтают об этих покупках. Опять же, есть исключения, скажем, на рынке аксессуаров. Все работает по-другому. Даже в Италии, где по нашим меркам все сейчас плоховато, многие тинейджеры просят у родителей вот те самые сумки. То есть это хорошо работает, безусловно, и в бюджетном сегменте, и в среднеценовом сегменте, и даже в дорогом сегменте, но на дешевых товарах вроде аксессуаров. Очевидно, что со временем эта аудитория вырастет и, скорее всего, уйдет от ваших блогов. Здесь нам с вами нужно задаться вопросом. Насколько эффективна та политика, которую используют фэшн-блогеры? В смысле, взаимодействие с фэшн-блогерами. Правильно ли они себя позиционируют? Не забывают ли они о более зрелых покупателях, которых интересует информация, которым хочется истории какой-то, истории продукта или его создания? Следующий важный вопрос. А правильных ли блогеров выбираете? Правильно ли вы с ними построили взаимодействие? Вдруг вы просто деньги платите? Конечно, есть специалисты по цифровому пиару, которые еще не до конца этот феномен освоили, и, соответственно, не очень эффективно им пользуются. Они удовлетворяются просто повышенным, повышенной, ну, скажем так, узнаваемостью, расширением охвата. Но ведь по-хорошему нужно оценивать еще и качество аудитории. Они обычно смотрят на какие-то грубые цифры, количество фанатов, количество пользователей, число фолловеров, а это достаточно тупой критерий. Нужно же понимать не просто сколько их, а что это за люди. Та ли это категория, которая вас интересует? Во-вторых, мы все понимаем, что этими цифрами легко манипулировать. Мы знаем прекрасно, что у большого количества сайтов и блогов часть трафика дутая. Купить трафик сейчас легче легкого, а некоторые фэшн-бренды на это почему-то закрывают глаза. Мы в данном случае, ас, это журналисты. В чем же разница между журналистом и блогером на тему моды? Ну, блогеры обычно нигде не получали специального образования, есть исключения. В то время как журналисты обычно где-то чему-то учились, ну и дальше набивали руку, работая обычно в команде других журналистов. А это очень для нас важный критерий в данном случае. Почему он важен? Ну, потому что в команде всегда бывают какие-то ошибки, и ваша готовность идти на какую-то конфронтацию помогает вам, ну, как-то более абстрактно смотреть на вещи, подходить к тому или иному модному вене не с позиции «мне нравится» или «мне не нравится», а с позиции «окупит ли это публику». Ну, вот скажем, я думаю, что Сьюзи Менкес не всегда будет хотеть носить те коллекции, о которых она пишет хорошие, позитивные отзывы. Но она знает по собственному опыту, что важно не то, что ей лично нравится, а важно то, у чего есть будущее, то, что оригинально, интересно, креативно. Или можно вспомнить Анну Пьяджи. Она была совершенно оригинально мыслящим специалистом, и никогда она не допускала, не давала собственным вкусам доминировать, скажем так, над ее обзорами. Журналисты работают в организациях, работают в своих журналах, и они гораздо лучше блогеров понимают, какая ответственность на них ложится. Они знают, что такое бремя печатного слова. Вообще, мне кажется, есть большое количество пользователей, в том числе читателей веб-сайтов, которые до сих пор верят в выбор редактора, потому что они надеются, что уж выбор-то редактора точно не может быть проплачен рекламодателем. Ну, потому что если пользователи будут считать, что нам платят за рекламу, не очень понятно, зачем к нам дальше приходить. Мы с вами видим, что фэшн-бренды и сами уже научились выпускать очень мощный и качественный контент. То есть нам нужно в этой ситуации, в этой реальности доказать собственную релевантность. И мы можем это сделать в первую очередь, делая упор на том, что мы можем быть достоверным источником актуальной информации. Мы против меня, в данном случае, и журналисты против блогеров. Вы могли подумать, что я пытаюсь сказать своей презентации, что журналисты лучше блогеров. Это, конечно, не так. Я вот чуть раньше говорил, что фэшн-утрасль разлагает блогеров. Ну и точно то же самое происходит и с фэшн-журналистами. Отрасль, конечно, пытается контролировать информационные потоки. Работают какие-то рекламные механизмы. И мне кажется, что в этих условиях нам становится все труднее и труднее выполнять свою основную работу. Ну, не то чтобы мы вообще не можем заниматься качественной журналистикой, но приходится массу всяких сложных аспектов учитывать. Мне кажется, что сейчас наша работа стала гораздо более деликатной, чем 20 лет назад. Ну, скажем, Women's Wear Daily. Это издание не для каждого. Это издание для экспертов. И его успешность и релевантность объясняются в первую очередь его независимостью. Редакционные коллеги этого издания решили, что независимость – самое главное. И эти люди готовы к тому, что то, что у нас сейчас считается плохим, в следующем сезоне станет популярным. Тут ничего не поделаешь. Так устроены наши отрасли. Конечно, умные читатели понимают, что зачастую продвигаются какие-то продукты. Пользователи перестают читать какие-то статьи, перестают читать целые издания, перестают верить вслепую отдельным статьям, пусть даже и статьям от редакции. Если нам читатели больше не верят, если не верят в нашу способность доносить до них ценную правдивую информацию, мне очень понятно, как мы их будем приводить в магазины. Мне кажется, что нужно донести до фэшн-брендов понимание того, что хорошие и качественные журналисты – это очень полезный для них ресурс. На самом деле, здесь две стороны виновны. Есть большое количество издательских домов, за исключением Канденаса, совершенно серьезно это говорю, которые пытаются вообще ко всей этой работе подходить, как к дойной корове, без оглядки на какие-то эстетические или этические стандарты. Второе, как многие фэшн-бренды забывают о том, что коммуникации одним маркетингом не исчерпываются. Читатели, пользователи интернета, они же тоже не тупые, как бы мы иногда об этом не думали. Иногда, знаете, говорят, что у старших поколений интеллект как у крота, ну вот такое вот, да, маленькое послеповатое животное, которое глубоко в землю закапывается в поисках вкусных корешков. Помните, пожалуйста, что про тех же, прошу прощения, про молодежь сейчас, про так называемых digital natives, говорят, что у них уже сетевой интеллект на уровне, скажем, лисы, которая может унюхать мышь на какой-то глубине в снегу или даже в земле. Цифровое поколение научилось очень быстро обмениваться информацией, принимать решения быстро – это далеко не всегда плохие решения. Эти люди очень хорошо понимают, где заканчивается журналистика, а где начинается реклама. Мне кажется, что влияние фэшн-блогеров в самом коммерческом смысле этого слова скорее всего пойдет на убыль в ближайшем будущем. Думаю, что блогерам придется меняться. Мне кажется, некоторые уже меняются. Почему? Потому что мы сейчас с вами живем в эпоху интернета 2.0, скоро будет интернет 3.0, для которого вопросы качества контента станут гораздо более важными. И журналисты, и блогеры не могут хорошо работать в одиночку. Мне кажется, что сохранение вот этого недоверия между нами вредит всем. Прихожу к следующему тезису. Вы и я. Наверное, помните замечательный ролик про счастье от Фаррелла Уильямса. Звукозаписывающая отрасль смогла подстроиться под драматические изменения и выжить. Интересно, что фэшн-коммуникации не претерпели существенных изменений за последние 30 лет. Мне кажется, пора меняться. Больше того, я думаю, эти изменения возможны. И для того, чтобы эти изменения провести в жизнь, нам нужно совместить подходы блогера с подходами традиционной журналистики. С одной стороны, журналисты должны понять, что вот эта вот привычная нам модель, предполагавшая персонализацию фэшн, то, что называется кураторство, такая вот смесь вуайеризма с, ну, не знаю, тоже действованием себя с каким-то брендом, имеет свои недостатки. С другой стороны, блогерам нужно смириться с тем, нужно, я бы скажу по-другому, осознать, что им нужно развивать свои навыки сторителлинга. Они уже произвели определенную революцию в умах, показав, что каждый из нас может быть издателем. Грядет вторая волна этой революции, в ходе которой нам покажут, что лучше, эффективнее всего работают те, кто совмещают оба подхода. Ну, мне кажется, что мир моды тоже поймет, что стена между двумя этими подходами бессмысленная и вредна. Пока информационные потоки устроены чрезвычайно сложно, это полнейший хаос. Ну, решайте, в этом году я общаюсь с блогерами, а в следующем перестану с ними общаться, буду общаться с журналистами. Мне кажется, гораздо важнее другое. В правильный выбор оптимального продукта, который будет доносить тот или иной ваш месседж. Это, кстати, совершенно новая территория. Вот она. Представьте себе мир, в котором блогер харизматичная, самостоятельная личность. мощный такой вот движитель, можно сказать, получает какую-то наставническую, менторскую поддержку со стороны журналистов, продюсеров, СММ-менеджеров. Это уже давно, кстати, происходит. Ну, то есть, менеджеров по работе в соцсетях. И в результате мы получаем те фантастические и креативные компании, про которые нам сегодня рассказывали Фадди и Дэвид Мишель. В этих условиях уже не будет никакого смысла покупать трафик, потому что контент сам по себе будет вирусным. На самом деле, мы достаточно хорошо производим качественный контент, просто не всегда для этого контента мы находим правильный контейнер. И мне кажется, будет здорово, если мы сможем это будущее как можно быстрее построить. Спасибо за внимание. Лука Дини, дорогие друзья, главный редактор ВЕНТИФР Италия. Итак, ну что же, все-таки я против мы или я и мы продолжат эту тему круглый стол, провести который и модерировать который, я хочу пригласить сюда главного редактора журнала «Гламур.Россия» Маше Федорову. Добрый день, дамы и господа. Спасибо за оказанную мне честь. Я сегодня не спикер, я просто модератор круглого стола или этого полукруглого диванного места. И я просто для удобства буду сейчас тогда приглашать тех людей, о которых как раз господин Дини сейчас нам так интересно рассказывал, чтобы мы их всех увидели не только в инстаграмах и в социальных сетях, а поговорили немножко с ними о тех вопросах, которые сейчас были затронуты. Поэтому давайте посмотрим, кто у нас в гостях. будет какое-то представление? Так, блок «Де Мьюз». Я не вижу Наташу. Наталья, прошу, скромная. Наталья Туровникова, девушка, наверное, многим из вас знакомая, светская, но она как раз очень мне приятна тем, что ее блок, который называется «Де Мьюз», и Наташа, собственно говоря, является уже сейчас музой многих и брендов в том числе, не только дизайнеров. И она как раз знаменита своим академическим подходом к моде, потому что есть профессиональное образование, есть богатый опыт в работе с модой, с дизайнерами, и как раз таки то, что вы можете видеть на экране, она в своем блоге делает в общем уборно-историческую составляющую и пытается рассказать нам истории, не пытается рассказывать нам истории из прошлого моды, которым, собственно говоря, питаются, по-моему, все современники. Поправь меня, если это не так. Ну и, помимо всего прочего, большая поклонница, по-моему, винтажной одежды и украшений и творчества «Мяучьи Прады». тоже является отражением. Еще к нам пришла блогер из мира бьюти, по-моему, один из самых популярных бьюти-блогеров, Елена Крыгина. Девушка, которой мы лично еще не были знакомы, но столько раз ее видели в Ютьюбе, ее уроки, мне кажется, все имеют ощущение, что знают ее, и очень многие миллионы людей, которые следят за ее блогом, знают все детали того, как Лена умеет наносить макияж и делать красавицы себя и всех окружающих. Еще у нас в гостях Мага, Мага Мхаев, тоже, по-моему, человек, который в блог пространство не требует особых представлений, это как раз человек, который имеет опыт как раз-таки журналистики глянцевой, и он был, насколько я понимаю, главным редактором регионального издания, и вот, собственно говоря, променял нашу профессию, сменил на другую, и делает, соответственно, свой очень популярный блог МГД, как-то, да, МГД. Еще к нам приехала из далека, из прекрасного города Милана, Жанна Бьянко теперь, да, которую многие знают, как Жанна Ромашко. Жанна, проходи, пожалуйста. Приветствуем. Жанна блогер, но еще и фотограф. Я не знаю, в каком порядке представлять, потому что это, мне кажется, мне на самом деле приятно, что все из наших гостей имеют не просто славу, как блогера вообще, в далеко, широком мире моды, но и совершенно конкретную профессию, и свою, как бы, свою фишку, о которой я потом попрошу каждого из вас рассказать, но вот Жанна, человек, который, конечно, известен своими удивительными сочетаниями одежды, вот сегодня такая яркая, я, в общем, не сомневалась, что это будет что-то такое феерическое. У нас в гостях еще Даша Кунеловская, это человек, Даша, прошу, Fashion Daily. На мой взгляд, ее блог отличается как раз тем, что Даша, по-моему, наиболее близка как раз к журналистской среде, потому что это в большей степени обзоры и больше текстов, чем картинок, по крайней мере, было так раньше, да, по-моему, сейчас уже картинки начинают тоже появляться в гораздо большей степени, но Дашу, в первую очередь, читали, чем смотрели. И у нас Анна Русска, гость нашего круглого стола. Насколько я знаю, Анна очень не любит, когда ее представляют блогером, и поэтому даже я не буду пытаться, а я как раз спрошу у Анны, поскольку она оказалась ближе всех, чем, собственно говоря, не нравится вам слово блогер? Это звучит, что блогер звучит не круто или как? Что это? Работает, да? Работает, нет? Я считаю, что блогер это человек, который пишет от своего лица, я от своего лица никогда ничего не писала, поэтому я не могу так называться. Понятно. То есть вы сделали свою платформу, которая, в общем-то, в интернете, и она визуально напоминает блог, но это что? Это все равно мнение группы товарищей? Это сайт, на котором работают журналисты, которые, некоторые даже проходили стажировку в Канденасте, это талантливые девочки, и они пишут такие новости, которые пишет каждый глянцевый журнал, и также мы занимаемся наполнением не только общих новостей о моде, мы делаем свой контент, приглашаем селебрити, делаем съемки, берем интервью. Понятно. Но, тем не менее, там есть одна страница, которая отдельно, она называется Анна, и которая посвящена полностью вам и вашим луком. То есть, по большому счету, несмотря на то, что вы говорите, что ваша платформа это полноценный сайт с новостями и с людьми, которые работают на вас, тем не менее, она сделана и от вашего лица, и вы промоутируете себя лично, и играете, в общем, на территории блогеров тех ребят, которые высказываются от себя. Я просто скажу то, что я изначально вообще это не хотела делать, выставлять фотографии, но, когда несколько моих знакомых, старших, которые фэшн-индустрии достаточно давно, они сказали мне, что когда мы заходим на сайт Анна Русска, мы хотим видеть, кто это. И в течение года мне все говорили, выставляй фотографии, давай, давай, давай. Я даже, когда в Милан, в Париж ездила, я не работала, как многие наши блогеры, стрит-стайл, в этом году я начала фотографироваться. То есть, для меня это достаточно сложно, вот, одеваться, наряжаться и фотографироваться. Сейчас я переборола это, но я считаю, что это очень круто, когда ты можешь вот так вот показывать себя и делиться своим мнением. Поэтому я очень уважаю ребят за это. Спасибо. На самом деле, маленькое, как бы, отступление. Отступление. Вопросов столько. Помимо вопросов, которые я написала, свои собственные, вся моя редакция, все друзья, которые интересуются веб-пространством и то, что происходит в модном блог-сообществе. Столько вопросов, поэтому я попытаюсь выбрать важные из них. Вот, опять же, Анна подвела к вопросу про то, что может ли блог быть обезличенным? Или, в общем, блог — это такое, это абсолютно индивидуальная вещь и очень субъективная. Может ли быть в блоге, который ведет один человек, объективность? А что мы подразумеваем под объективностью в данном конкретном случае? Объективное мнение о том, насколько хороша вещь. Это все всегда субъективно, потому что блогер — это живой человек, это человек вне редакции. И самая главная особенность блогеров и вот этой волны, которая всех накрыла, тем, что мальчики и девочки с соседнего двора высказывают свое мнение относительно тех иных событий, явлений в моде, коллекции, вещей и так далее. Вы называете себя или своих читателей, своих фолловеров? Я имею в виду блогера конкретного. Его воспринимают, изначально воспринимали как мальчика или девочку с соседнего двора, который высказывал свое собственное мнение. То же самое все популярные блогеры, которые известны во всем мире, они также сначала начинали с того, что это было субъективное мнение, это была и критика, как конструктивная, неконструктивная, так и, в первую очередь, субъективная. А сейчас уже мы имеем примеры каких-то суперпопулярных блогеров, которые уже не высказывают свое мнение. Как мальчик из соседнего двора попал на модные показы? Все началось с того, что для меня мой блог был всегда хобби. и я его делал исключительно для себя, со своим каким-то подходом. Потом меня начали друзья читать, потом друзья друзей и так далее и тому подобное. После чего на меня обратили внимание некоторые бренды, которые начали также каким-то образом сотрудничать и так далее. Вся эта волна охватила огромную аудиторию вокруг моего блога. После этого первой моей поездкой на неделю мода это было приглашение от бренда. Наташа Тарумникова, а ты помнишь твой первый пост в блоге? Я помню, я вообще пользователь такой очень приблизительный в интернет и компьютерный. Я больше по рисованию как-то. И попробовала на блог-спот сделать некий свой какой-то блог. Я не блогер тоже. Это просто еще одно из направлений, которым... Это же техническое название. Она какая-то некрасивая, надо русский какой-то аналог придумать. Там слишком какие-то буквы грубые как-то звучит. Некрасиво это все. Я помню, что... Да, я попробовала технически, мне понравилось. Я поняла, что я могу справляться с кнопками. И даже, наверное, повесила фотку свою, которую меня снял Скотт Шуман. Он как бы меня вдохновил на это дело. Потом вешала своих фоток очень мало, перестала их вешать. В принципе, я помню первый коммент. Я фонарела, когда я увидела, что меня читают и мне пишут люди. Тут я поняла, что, оказывается, это действительно работает. И... Знаете как, мой блог, он был изначально как некая моя папка на столе. То есть это был мудборд, который я собирала и который думал, ну, если кому-то интересно, люди могут посмотреть. И он стал поэтому только визуальным, потому что мне показалось, что в интернет-пространстве слишком много в прямом смысле трёпа, очень плохих текстов, очень много размышлений, размышлений о себе, размышлений о себе в моде. И мне всё это показалось скучно, и я стала делать его просто визуальным. И предложила миру смотреть на то, на что смотрю я. И это стало востребовано, так как я живу по стране, в институте мод, да, общаюсь со студентами. И очень многие спрашивают, откуда я черпаю вдохновение. Мне просто повезло в моей жизни. У меня были очень щедрые родители, я много путешествовала. Мне очень многое показали и рассказали люди, которые встречались в моей жизни. А когда я приезжаю в регион, я вижу, что существует такой вопрос, откуда вы черпаете вдохновение. Вопрос, который не может вообще существовать. В принципе. И я просто начала выкладывать то, что нравится мне, предлагать людям смотреть на то, на что смотрю я. А вопрос-то в чем был? Вот видите, вот я и блогер такой же. Я хотела просто узнать, с чего каждый из вас Вот с этого началось. С того, что я ни в коей мере не навязывала свою точку зрения. Я просто предлагала сесть со мной рядом, грубо говоря, только с другой стороны компьютера и посмотреть на мой мир вместе со мной. Жан, скажи, пожалуйста. Вот Наташа вспомнила Скотта Шумана, собственно говоря, это тот человек, который, на мой взгляд, открыл вот этот ящик Пандоры с демонстрацией стиля каждого из приехавших на недели моды, хотя на самом деле, мне кажется, он не ставил себе задачи показать, как одеваются именно на недели моды, он всегда находил просто интересно одетых людей. И это вызвало неимомерный интерес у всех там, у фолловеров, у читателей, потом книжки сейчас печатаются. Но довольно быстро вся эта история с нахождением тех уникумов и тех интересных людей, которые из тех же самых вещей, которые каждый из нас видит в каждом магазине, умеют делать комплекты совершенно уникальные и находят какие-то совершенно интересные вещи и умеют себя преподать не так, как мы все, тем не менее, эта история превратилась в совершенно обратное. Теперь Томми Тон охотится только на тех, кто довел это до умения одеваться до своего пика и в какой-то степени уже извращенности. И ему перестали быть интересны просто люди. Ему стали интересны люди, только которые делают это очень нарочито. И, в общем, это уже не стрит-фэшн. То есть звезды стрит-фэшна это, в общем, постановочная история. На самом деле, мне кажется, что даже вот эта стрит-фэшн фотография, она породила тренд в моде на цветные принты, принт с принтом, которые начали замешивать дизайнеры на подиуме. То есть это такое уже, когда точно уже было влияние улицы на моду или мода на улицу. То есть тут как раз эти фотографы породили вот это безумство цвета, которое мы видим в трендах сегодня. Это абсолютно оттуда. Вот, Жанна, ты как раз адепт цвета и человек, умеющий или горошек с горошком и еще с горошком. Все-таки как изменилось как изменился стрит-фэшн? И еще мне очень интересно, вот ты в Москве тоже так же ярко одеваешься, как и в Милане? Так, на секундочку можно отвлекусь? Я хочу сказать в первую очередь огромное спасибо организаторам. Вот, не потому, что вы меня сюда пригласили, а в целом за такое интереснейшее событие. Вот, познавательное для многих, я уверена. Вот, поэтому очень здорово, что у нас существуют такие вот мероприятия. Спасибо, Канденаст. Вот, ну, и как бы, если мы будем говорить лично о моем блоге, это никогда не было случайностью, то есть, когда я все это начинала, поскольку моей основной профессией является все-таки фэшн-фотография, я фэшн-фотограф в первую очередь, вот, и мой блог, он никогда не был случайным, то есть, как бы, первые посты я помню очень хорошо, и поскольку я некоторые, несколько лет назад переехала в Милан для того, чтобы сделать, построить хорошую карьеру фотографа, вот, меня окружало огромное, то есть, поскольку фэшн, это является частью моей работы, я решила показывать, так же, как и Томми Том, поскольку я фотограф, вот, все то обилие, всю ту красоту, насколько можно одеваться ярко, красиво, неординарно, по-разному, то есть, в принципе, как бы, мои посты были посвящены именно стрит-фотографии, потом я решила выйти просто на улицу и снимать стрит-стайл, поскольку на сегодняшний день это очень востребовано, вот, и вот в работе фотографа очень многие хотят именно получить как результат именно фотографии в стиле стрит-стайл, вот, и поначалу я просто вышла на улицу снимать учиться, потому что как не в Милане на улицах я могла окунуться совершенно вот в эту атмосферу и научиться на неделе моды, поэтому, как бы, что касается, Маша, ваш вопрос, как видите, я в Москве сейчас, вот, я в голубом костюме, который, цвет, который меня держит уже три года, никак, вот, и поэтому, да, я всегда так одеваюсь, мне нравится цвет. А что собирает больше лайков? Твоя работа как фотографа, твои какие-то удачные фотографии или твой лук в голубом? Вы знаете, поскольку я хочу поделиться, скажем так, с миром, или, по крайней мере, те, кто за мной наблюдает, те, кто меня смотрит, листает, читает, неважно, я хочу поделиться красотой и позитивом в первую очередь, и поскольку у меня есть такая возможность, которой я очень рада, благодаря моей работе, я очень много путешествую, вижу очень много красивых мест, городов, людей, неважно, меня окружает сплошная красота, я абсолютно счастливый человек, поскольку очень рада, что везде, где бы я ни была, даже, как бы, ну, вот в Японии сейчас, вот вернулась буквально вчера, в общем, как бы, я хочу делиться позитивом. А люди на что больше реагируют? На красивые картинки видов Японии или на твои наряды все-таки? Ну, как бы, люди, людям нравится красивая композиция, все, не важно. Красивая композиция, а что там будет, это не важно. Даша, а вы знаете свою аудиторию? Да. Вы как себе представляете? Вы с ней общаетесь? У меня поначалу, когда я только завела блог, были такие моменты очень удивительные, когда я заходила в бутик, например, Луи Витон в Столешниковом и менеджер бутика говорила, ой, а вы Даша, я читаю ваш блог. Ну, вот это происходит регулярно до сих пор, когда я бываю в каких-то местах, даже в Европе или в Америке, ко мне подходят люди, которые говорят, а я читаю ваш блог. И самым, пожалуй, удивительным для меня всегда было то, что эти люди по сей день старше меня. У меня очень мало в аудитории подростков, возможно, потому что я как раз очень много пишу того самого трёпа, о котором сказала Наташа. изначально, когда я завела свой блог, у меня было стремление рассказывать людям те вещи, которые никогда не напишет глянец по вполне очевидным причинам. Ну, глянец в основном не пишет о бизнес-стороне индустрии и о том, как происходят некоторые бизнес-процессы. Глянец никогда не напишет, как на самом деле производится парфюм. И в чём преимущества Зары перед Армани на уровне именно финансов. То есть многие люди, например, не понимают, что капитализация Зары превышает Армани во много раз. А эти люди должны это знать? То есть это знание необходимое для них? Для покупателя? Нет, есть люди, для которых это интересное составляющее. Она не обязательно как знание, но она интересна и очень многим интересно знать, что происходит по ту сторону. Потому что, в принципе, да, любой человек может выставить красивую картинку. И это ровно то, о чём говорил Лука сегодня, то, что блогеры выставляют красивую картинку и мнение заключается в том, что I like it, I want it. Но, по сути дела, I like it или I want it это не мнение. Вот. То есть, когда вы спросили, есть ли вообще мнение объективное в блоге и может ли оно быть, я думаю, что оно может быть, просто оно должно быть аргументированным. Вопрос только в том, что большинство блогов это не мнение. Вот я когда начинала блог, фэшн-блогов было, ну, практически не было в нашей стране, но популярными были очень блоги, в которых люди писали, я сегодня закуталась вечером в одеяло и пью какао. И таких было большинство. А ваш какой был первый блок? Пост? Вы с чего начали? Это было очень смешно, на самом деле, мой первый пост был рекламной компанией Chanel, которая на тот момент вышла, и мне она показалась чуть-чуть реалистичной и не в стиле Chanel. Но на тот момент я могу сказать, что мое мнение было такое очень субъективное и даже, наверное, детское, потому что я выросла на глянце, преимущественно издательского дома Конденаст, то есть все свое детство я читала американский влог, смотрела американские гламуры, потом, когда Конденаст появился в России, я, в общем-то, росла на российском влоге и так далее. Поэтому, конечно, мне хотелось донести до людей свое мнение, но в приближенной с точки зрения профессиональности изложения к глянцу, указывая на те моменты, которые глянец не напишет, потому что есть рекламодатели, потому что некоторые вещи ты, ну, из-за лояльности к рекламодателям никогда не скажешь, несмотря на то, что ты должен быть, как сказал Лука, честным, объективным, чтобы не терять аудиторию, чтобы тебе доверяли, но мы все понимаем, что есть моменты, которые глянец умалчивает и будут умалчивать. На этом самом месте сакраментальный вопрос. Все это начиналось, на мой взгляд, в том числе и с того, что говорили, что вот вы, мы, глянцевые журналисты, представители всех этих красивых журналов с большим количеством рекламодателей, вы не объективны, потому что вы поддерживаете избранных, которые печатают у вас свои красивые развороты, а вот вы, блогеры, вы независимые, у вас есть свое мнение. Прошло несколько лет. Ну, я априори с этим не могу согласиться, потому что как раз то, что, как говорил Лука, то, что нас много в редакции, оно, это количество разных мнений, собираемых в единый продукт, и там, личность главного редактора или там, ответственного редактора, да, она для того, собственно говоря, существует, чтобы многие мнения сводить в некое единое русло, и, на мой взгляд, этим как раз и обеспечивается наша объективность, потому что у нас там, из четырех стилистов один любит ЧБ, второй любит цвет, третий любит там, чистый цвет, или цветочки, и из всего этого мы делаем некий продукт, который удобен для всех, и который может понравиться разным группам, да, вы, как бы, вы как блогеры, да, как представители своего собственного мнения, в том числе, получили такое распространение и такую долю внимания, как раз таки потому, что все поверили в вашу независимость, в вашу объективность, но прошло несколько лет, многие блогеры вывешивают отдельной строкой в отдельном окне списки подарков, которые им присылают, их одевают с ног до головы, они по нескольку раз за день переодеваются на показах, они ходят только на те мероприятия, на которые их приглашают, какая здесь объективность? То есть, как человек, который сам себе главный редактор и директор по рекламе, которые в журналистском бизнесе всегда сидят в разных комнатах, они с трудом иногда договариваются, но находят некий баланс, а как это может сделать один человек? Можно, да? Одному человеку на самом деле правда это сделать очень сложно, но мне кажется, что если ты до конца придерживаешься того принципа, что ты не продаешь свое мнение, то есть я просто это знаю как блогер, который работает с рядом брендов периодически, и также я знаю мнение некоторых дизайнеров и брендов на ситуацию работы с блогерами. Я очень хорошо помню комический момент, когда, ну вы, наверное, Маша тоже помните, когда Дольче Габбана впервые пригласили очень много блогеров на показ, это был 2010 год, и тогда многих редакторов, конечно, безусловно, не главных, чуть подвинули с их мест, дабы посадить красиво блогеров. Не обидите, я еще тогда не была главным, поэтому я делала гораздо дальше. Вот, и поскольку Доменика Дольче в принципе особо не вникает в эти вопросы в компании, потому что он прекрасно шьет, и это то, что его интересует, через какое-то время он спросил, а почему мы это сделали, зачем нам это нужно, и можно я посмотрю какой-то результат работы с этими людьми. И ему подготовили какой-то отчет о том, что сделали блогеры. Их было человек 40 или 50 на тот момент, то есть действительно очень большое количество людей со всего мира. Посмотрев все эти страницы, Доменика спросил, а где здесь Дольче Габбано, где здесь мнение про Дольче Габбано, где здесь вообще что-то уникальное про Дольче Габбано. И диджитал-отдел стал ему объяснять, что, ну понимаете, это вот известная, не знаю, блогерша там, условно, из Испании. И вот она пришла на показ в Дольче Габбано, выложила фотографии с показа, ну вот она сделала пост и вот там 150 лайков. На что Доменика удивлен, сказал, ну прекрасно, девочка надела Дольче Габбано, Моника Белучи носит Дольче Габбано, зачем мне какая-то девочка? И я как человек, который пишет, потому что мне вот честно неинтересны все эти луки, выкладывание там своих бесконечных фотографий, я в принципе считаю, что у этого немного будущего, потому что мало уникальных луков сегодня, очень мало образов, которые могут перевернуть человеческое сознание и заставить его двигаться в другую сторону, как съемки Грейс Кодингтон, например, и так далее. Но умнение, которое готово как-то, ну может пошатнуть как-то человеческое сознание, будущее есть, поэтому я согласна с лукой, что должен быть качественный контент. Контент не просто быстрый, как это сейчас делают все с выкладыванием новой рекламной кампании модного дома, а действительно с какой-то, может быть, не настолько экспертной оценкой, но оценкой, с какими-то знаниями. Просто меня всегда вводит ступор ситуации, когда ты разговариваешь с блогером, который говорит, у меня блог о моде, и ты понимаешь, что человек не знает ничего, не говоря там про бизнес какие-то стороны, да, а в принципе не знает ничего, даже там в каком году родилась Коко Шанель, допустим, или, ну в общем, какие-то там такие вещи, которые, ну по идее, может быть, можно было бы знать. Вот. Поэтому я считаю, что в целом, если ты честен, да, возвращаясь к вашему вопросу, сам с собой до конца, и ты не, ну как бы, не продаешь своё мнение, все ли честные до конца, даже. В том-то и дело, что нет. И это как бы превращается в историю, когда это просто флуд. Ты заходишь в ленту Инстаграма, и ты видишь 50 человек, которым, окей, сегодня там в Миссоне прислали сумку Миссоне. Мы все выложили и рады, окей, но в чём ценность даже для пользователей, которые следуют. Вот у меня в этом вопрос. А можно я спрошу как раз у человека, который точно знает года жизни и Куку Шанель, и многих других дизайнеров. Наташа, объективность. Вот блогер, индивидуалист со своим собственным чувством стиля, это объективная реальность сегодняшнего дня, это реальная конкуренция журналистов. интересна не объективность, а интересна точка зрения. Вот мне не хватает личностей в блогах. Мне интересно действительно идти смотреть просто на картинки и опять же читать чьё-то мнение. Мне важно, чтобы за этим действительно было человеческое лицо, человеческое мнение. Тогда вопрос не объективности интересен, а личностного вопроса. Вот, поэтому ну вот мне кажется так. Да, можно, наверное, купить мнение за поездку куда-то, но это же опять же, смотрите как, да, я ездила, например, делала материал про дом Диора, где он родился. Была фантастическая поездка, да, но во мне взбудоражила эта поездка воспоминаний о доме. Может быть, мне не нравится то, что происходит сегодня в этом доме. Ты можешь себе позволить написать? Могу, абсолютно точно, да. Главное то, как это пишется, вот и всё. Выбирается язык некий, который ты, с которым ты обращаешься к людям. Но мне кажется, что вот не хватает именно личностного подхода. И за подарками, за какими-то предложениями, когда теряется личность, это грустно. Я абсолютно согласен с Наташей в этом плане, потому что ошибкой очень многих блогеров как раз таки есть то, что они размениваются на всех рекламодателей. Допустим, у меня очень прям жесткий фильтр стоит, и там, не знаю, за неделю я могу дать там из 15 предложений и 15 отказов, потому что есть продукты, которые я никогда в жизни не буду рекламировать, неважно, какие мне деньги платят. Соответственно, здесь очень много блогеров грешат, которые вешают какую-то рекламу, рекламируют какие-то продукты, не знаю, даже речь о подарках, которым они посвящают целые тирады. Соответственно, когда происходит вот именно такая монетизация всего этого дела, то тут уже человек просто, на мой взгляд, теряет авторитет. Отлично. Мне даже особо делать ничего не надо, потому что ты подвел к моему следующему вопросу про монетизацию, собственно. Как она происходит? Потому что, мне кажется, это всем интересно, потому что, как живут журналы, это понятно, как живут блогеры, как они монетизируют. Лен, мы еще с вами не разговаривали, скажите мне, пожалуйста. Во-первых, нет, вернусь, один вопрос. Вот в вашем блоге и в вашем появлении в блоге и в интернете, оно связано с какой-то провокацией? Да нет, абсолютно у меня нет какой-то сумасшедшей истории, что я там это планировала как-то сделать. Я просто села, записала, тут же как-то это все слепило криво. У меня ужасный свет на первом видео, все ужасно. Я даже боюсь его вообще смотреть, потому что мне прям плохо. Но как-то на следующий день я выложила в социальные сети, выложила в YouTube, и там уже был какой-то такой фидбэк, что типа вау, круто, мы наконец-то научимся краситься. Ну то есть это было вот так. И оно само собой пошло, то есть я ничего для этого сильно не делала. Сколько лет назад это было? Это полтора года назад было. Это у меня была очень смешная ситуация, я потеряла паспорт, и мне просто нечего было делать три дня. Все мои друзья уехали в отпуск, я была одна дома, это было 3 января, когда ничего не происходит в Москве, и я просто вот от нечего делать села посреди ночи и накрасилась, села на кровать и записала это видео. И так оно само пошло. И вопрос монетизации для меня вообще очень остро стоит, потому что мне кажется, не то чтобы я берегу лояльность, но мне интересно, то есть им интересно мое мнение, а мне их мнение интересно. То есть мне аудитория интересна, она у меня классная. И я когда приезжаю в города, куда-то где-то встречаюсь, я вижу эту искренность и интерес вот к той теме, которую я развиваю. И так же, наверное, как у маги, как у всех, у меня безумное количество вот этих рекламных предложений, начиная от автомобиля, заканчивая средствами от насморка и витаминами, и всем чем угодно. И, ну, может быть, я не знаю, может быть, нет такого предложения, но вообще, ну, как бы суммы такие у меня иногда глаза округляются. Но это не способ заработка. Я это делаю, я понимаю, если бы я тратила на этот блок что-то, да, у меня нет камеры, у меня нет трех операторов, нет световых приборов, мне никто не монтирует. Я это снимаю вот так на iPhone, сама монтирую в iMovie, когда лечу в самолете, потому что я не могу спать, мне просто нечего делать. И я, ну, то есть, я не могу сказать, что это способ заработка. Монетизировался он, наверное, все-таки в другом. Это, если раньше я ездила и давала мастер-класс на 30 человек, сейчас там 400-450. Вот, только в этом. И гонорар от этого, естественно, вырастает. То есть, все-таки есть гонорары? Конечно, есть гонорары. А на что вы думаете, я живу? Я своим духом не питаюсь. Если вы говорите, что вы не монетизируете свой блог, и что он до сих пор для вас... Нет, но здесь я, потому что я работаю визажистом. А кто вообще блогеры? Вы знаете какие-нибудь блогеры? Они все не блогеры. И раньше я очень противилась слово блогер, сейчас я блогер, честно, поднимаю руку, потому что это настолько занимает все мое время, что с профессией визажиста-релансера я вот уволилась, мне кажется. Вот, у меня больше нет времени на это никак. Все, вас на съемки больше не приглашают. Ну, зовут, но вот если только я с друзьями больше. То есть, на друзей я выделяю время, на съемки, на балет, на какие-то такие вещи, которые для меня святое. А так уже с частными клиентами я вообще не работаю. То есть, получается, что вы все-таки монетизировали путем просто, то есть, вы не берете денег У меня просто стала работа другой. Я теперь учу людей. Вы учите людей? Да. Понятно. То есть, школа Елены Крыгиной? Ну, и она вот виртуальная на YouTube, абсолютно бесплатно, для всех доступна, только в таком формате. Ну, то есть, у меня есть какие-то выступления, за которые я, естественно, получаю гонорар, потому что это Beauty Day, у меня мастер-класс идет шесть часов. Шесть часов я учу девочек краситься. Все счастливы. Я тоже. А платят кто? Девочки платят? Девочки платят за входной билет, а мне платят организаторы фиксированную сумму гонорара. Понятно. Все просто. Мага, вот вопрос. Лена сказала, что у нее нет времени на работу в журналах. А вот тебе, если сейчас какой-нибудь замечательный, я не знаю, мужской или женский, какая сейчас часть муды тебя больше интересует, предложит хорошую должность, основательную, я не знаю, фэшн-директора или старшего обозревателя. Но с условием, что ты не будешь вести блог. Нет. Почему? По одной простой причине, что три недели назад я уволился из компании, в которой я работал. По причине того, что блог начал отнимать у меня очень много времени. И нельзя, не знаю, воспитывать ребенка и писать имейлы рабочие. Так, секундочку. Секундочку. Я бы попросила. Вообще, здесь должна быть моя издатель, которая недавно родила ребенка. Мы знаем массу. Вот, мне кажется, все подруги Лены Крыгиной тоже тот самый. Уже по трое детей. Да, уже по трое, они не перестают трудиться. Я хотел сказать о том, что либо ты делаешь одно дело и делаешь его хорошо и посвящаешь этому максимум времени с вытекающими историей монетизации, как какие-то оффлайн истории, когда тебя бренды приглашают на какие-то мероприятия, где ты выступаешь, либо это сотрудничество с брендом в плане каких-то съемок, поездок и так далее и тому подобное. То есть для тебя свобода? Для меня самое главное, да, свобода и свобода высказывать свое собственное мнение. Можно я прям пять копеечек вставлю? Я просто могу сказать по себе, что быть блогером это очень затягивает. Ну, то есть потом уже неинтересно просто съездить на съемки, хочется с людьми поделиться. Они же тебе потом пишут, а что там, а как там, а вот это, а с этого угла мне снимите, пожалуйста. И, ну, тут какое-то общение с людьми, которых ты не видишь, но оно есть. И вот я, честно, я не могу отказаться, например, сейчас от Ютуба. От Инстаграма могу, от Ютуба нет. Потому что вот это общение, оно, ну, я не знаю, то есть твое мнение, оно какое-то значимое типа становится. И есть другое общение. Ну, то есть ты вот понимаешь, как люди воспринимают твою речь, твою подачу, твое мнение, что плохо, что плохо. И это, на самом деле, очень хороший способ еще работать над собой. Потому что я за полтора года, ну, то есть вот то, что было раньше и сейчас, это два разных человека. То есть это помогает еще внутренне. Я хочу сказать то, что вот Мак занимается полностью блогом своим. Я, допустим, занималась сайтом, вот ему два года и три месяца уже. И в какой-то момент я поняла то, что сайт не дает мне той отдачи, которую я бы хотела получить. Потому что те рекламные предложения, это несопоставимые с теми деньгами, которые я трачу на сотрудников и на какие-то свои собственные проекты. И, собственно, я нашла такой выход, я открыла консалтинговое агентство, сейчас запускаю свой бренд, сейчас мы делаем тоже Анна Русска Академия, мы будем проводить мастер-классы именно с нашими партнерами, партнерами, которые дают рекламу на сайт, плюс мы им представляем какую-то площадку. Поэтому мы, допустим, ищем разные возможные коллаборации в любых вообще направлениях. Но я успеваю ходить и на мероприятия, и на какие-то спецпроекты. Я просто не могу полностью заниматься только сайтом. В данный момент как раз таки я занимаюсь разработкой нового сайта, это мой собственный проект. Потому что когда я завел блог и вел его год примерно, когда все люди говорили о том, что я занимаюсь ерундой, а через неделю я лечу в Лондон на интервью с Кристианом Лабутеном, я себе поставил задачу зарабатывать на этом, зарабатывать на своей какой-то интеллектуальной собственности, назовем это так. И, соответственно, к сожалению, я сегодня не могу говорить об этом проекте подробно, но могу сказать о том, что есть инструмент, который позволит нескольким популярным блогерам, в том числе в России монетизировать свой блог достаточно грамотно. И, соответственно, если раньше все это было, все блоги были, одна прям волна сильная была, когда все стали визуально потреблять информацию, это были картинки, это были съемки, это был стрит-стайл, который сейчас уже, на мой взгляд, скоро умрет, потому что стрит-стайл стал коммерческим, то сейчас люди действительно хотят читать. Сейчас очень такой, на мой взгляд, дефицит какой-то инсайдерской информации, которую люди хотели бы потреблять и узнавать о тех или иных людях какие-то новые подробности, а не глянцевые снимки. Инсайдерская информация, на мой взгляд, это как раз то, на чем держались и держатся до сих пор киты, как конденаст и все ведущие журналисты, и нашего издательского дома, и других издательских домов, потому что то, как это все начиналось, когда стали приглашать ведущих журналистов из каких-то изданий, которые были важны для дома, они писали свои статьи, на их мнение опирались массы. А потом с появлением диджитал-технологии, когда Сюзи Менкес, несмотря на то, что это составило ей конкуренцию, она все равно сказала спасибо, потому что не надо было бежать и перекачивать с флешек и проявлять фотографии, а все это стало гораздо проще. Тем не менее, как раз то, что стали приглашать много людей и много блогеров, оно, мне кажется, размывает вот это инсайдерство, потому что раньше это был очень узкий круг профессионалов, которых допускали до святая святых, до мастерских дольче и габана, до кутюрных, мастерских Диора или до создания чемоданов Луи Виттона. Сейчас каким образом, почему приглашают не журналиста большого издания, приглашают Магу делать интервью, потому что что, у тебя хват другой. Я искренне пытаюсь понять, почему между каким-то большим глянцевым журналом и блогом Маги выбирают Магу. Я с удовольствием, с радостью это прочитаю, не говорю, что это хорошо или плохо. Мне просто интересно, на весах что. Была очень забавная история, когда в аэропорте Шереметьево я встретил Мишу Барышникова, который летел, если я не ошибаюсь, в Антверпен, а я летел в поездку с одним брендом. И Миша задал вопрос, а кто из журналистов летит? Я говорю, никто, у нас четверо блогеров. Он такой, в смысле никто, никого из принта. Я говорю, да, одни блогеры. Соответственно, возвращаясь к вопросу, блогеры в один момент стали некими опинион-мейкерами, которые высказывают мнение, к мнению которых люди начали прислушиваться. И в зависимости от того, какой контент у блогера, потому что сегодня нельзя всех блогеров сказать, это блогер. Это такая условная единица сейчас, потому что есть блоги про моду, есть блоги исключительно про аутфиты людей, где люди выкладывают свои луки и все, больше ничего не пишут. Вот, соответственно, тут такая история, что есть человек, который, не знаю, прекрасно выглядит, который ведет определенный образ жизни, который читает, ездит, смотрит, интересуется, и, соответственно, производит свой уникальный контент, основываясь на собственном мнении. И этим людям, которые читают этого блогера, интересно узнать именно его мнение о каком-то продукте. И, соответственно, это такой очень быстрый источник передачи информации блоге. То есть все дело в скорости? Не только в скорости, все дело в доверии к человеку. Допустим, как пример, не знаю, салоны красоты, которые приглашают каких-нибудь звезд, певцов, блогеров и так далее, чекинится у себя в салоне красоты, за это они делают им какие-то процедуры. Это такие вот вещи, которые делаются по рекомендации, например, для меня салон красоты. Соответственно, эти люди являются некими опинион-мейкерами, мнение которых интересно другим. Кто-нибудь когда-нибудь писал негативный отзыв после такого? Я. Наташ, ты хотела сказать? Мне кажется, доверие журналы потеряли тогда, когда откровенно все стало превратилось в рекламные страницы. Все-таки журналы зависит, редакция, редакционный материал зависит от рекламодателей. В большей степени, чем приглашенный на мероприятие блогер. Нет-нет, куда идти? Чего читать? Блогеров, я говорю, что мне не хватает личности, поэтому я рекомендую покупать книги, читать книги и составлять свое мнение именно так. Пользоваться интернетом, качать старые фильмы, я не знаю, развивать себя именно так, а не тупо следить за двумя-тремя какими-то там, не знаю, порталами, которые постят одно и то же, одну и то же рекламную какую-то информацию. Поэтому про книги-то, наверное, не надо забывать. И развивать себя как личность, опять же, с другой точкой зрения. Вот и все. Поэтому, наверное, просто блогеры, они возникли так вдруг на поверхности, как вишенка на торте, что показалось, что существует какое-то другое мнение. Оно не всегда далеко правильное, не всегда далеко интересное, но хотя бы это было что-то немножечко другое, нежели чем журналы, которые все-таки завязаны на рекламодателях. Ну а вот статистические точки зрения человека, который монетизирует и как бы зарабатывает деньги в итоге каким-то путем. Я сейчас не имею в виду вас, но очень много блогов или блогеров, которые просто выкладывают красивые картинки, которые созданы другими людьми. И на этом, собственно говоря, делают себе имя, не создают ничего сами и пользуются другими. При этом они даже забывают ставить хэштеги или указывать источник. Насколько это вообще правонерно. Мне кажется, что Инстаграм превратился в такую площадку. Ты имеешь в своем кармане свой собственный мир, который ты для себя выбираешь. Ты имеешь двух журналистов, я не знаю, у кого что, трех фашинист, одного спортсмена, маму, еще кого-то. И ты живешь этим миром, который ты сам для себя выбираешь. Мамину собачку еще не забудьте. Ну, у меня нету мамы собачки. Поэтому мне нравится, что сейчас идет обратно к личности. Я очень много об этом говорю, но этого просто не хватает. Потому что в этом размытом мире стрит-стайл-фотографии, когда все на показ, мне, честно, хочется смотреть на мою Михайловну Плесецкую, которой мало. Мне хочется смотреть на людей, которых мало. Поэтому я выбираю следовать за небольшим количеством людей, которые интересны и которые спрятаны. А на показ все, что сейчас происходит, мне это не так интересно. Поэтому я говорю, что выбирайте книги, читайте книги. Может быть, это немножко old-fashioned, но это как-то честно и правдиво. На самом деле... Я боюсь, что уже... Хотела сейчас спросить, какие блоги вы читаете, сами читаете ли? Я... Вот из российских мне очень нравится такой есть live journal, девочка делает повседневные хроники агента Ли. Не знаю, что это за девочка. И она какие-то... Находит такие архивные журналы, она просто там сканит старинные журналы, ничего не пишет, ставит только какие-то интереснейшие факты про интереснейших фотографов, про режиссеров, про актрис, старые открытки, рисовальщиков постит. В общем-то... Я тоже такой библиотечный червь-то. Я люблю все это старое. Честно скажу, по-прежнему Скотт Шуман, потому что он снимает людей, он снимает фашинист, он продолжает находить людей с человеческим лицом. И... Аманда Брукс. Мне нравится то, что она делает. Ну, у нее личный дневник. Это фактически я сейчас подписалась к ней на Инстаграм. Мне достаточно этого. Все. А, про принцессу Кейт иногда смотрю. Даша, ты... Давайте коротко, потому что я боюсь, что сейчас... Честно скажу, сначала я смотрела вообще всех-всех-всех блогеров и западных, и российских, вообще всех. А сейчас из западных я читаю Мэн Репеллер, именно читаю. Мне не интересен ее Инстаграм, мне не интересен ее образы, мне интересен тот ироничный подход, с которым она пишет о вещах. Из российских блогеров я честно могу сказать, что я смотрю вот видеоканал Лены, мне очень нравится, как она очень просто и живо рассказывает людям о каких-то профессиональных приемах. Ну, и периодически, конечно, раз в неделю, просто чтобы быть в курсе, что происходит, я смотрю всех блогеров, известных, ленту, но не могу сказать, что что-то для меня становится каким-то вдохновляющим. Меня вдохновляет очень сильно книга Анны Пиаджи «Algebra of Fashion», которую никогда, к сожалению, не переводили на английский или на русский язык, поэтому иногда, когда мне хочется что-то вычитать, я это делаю со словарем. Вот. Ну, в общем, так. Жан, а ты за кем следишь? Кого читаешь? Ну, я читаю журналы. Привет. Это большая редкость в наши дни. Вот. В моем мини-айпэде я подписана практически, ну, не буду сейчас назвать цифры, но очень много, практически большинство стран, Европейские, Америка, и как бы, поэтому я читаю журналы. Вот. Я читаю какие-то такие информационные порталы, вот, вот, чтобы знать, что происходит в мире. Вот. У меня очень мало времени, чтобы читать. И, на самом деле, что, к моему великому сожалению, удается очень редко, но когда это получается сделать, я читаю просто книги. Когда я куда-то лечу, вот, когда я нахожусь в отпуске, когда есть свободная минута, вот, я люблю просто почитать книги. Так что я читаю журналы и книги. Вот. Я смотрю какие-то новостные порталы, чтобы знать, что происходит у нас в мире. Не только в Москве, а как бы на нашей планете. Вот. И я все-таки призываю скачивать журналы, потому что вот это все-таки более экологично, и мы сохраняем природу, сохраняем лес. Вот. так что скачивайте. Так что скачивайте. Да, да. Так что сохраняем бумагу. По айпаду и каждому айпаду по диджитал-версии журнала GQ, Vogue, Glamour. Мага, ты какие читаешь? Я очень люблю Manly Manly Peller, и я слежу за испанским блогером Пилаю Диозом. Все остальные блогеры, в том числе российские, это уже дурная привычка у меня рабочая, я их постоянно мониторю, отслеживаю, кто о чем пишет. И продолжение разговора Наташи о книгах, совсем недавно сделав буквально два поста про книги, которые я читаю, которые я в бесконечном количестве скупаю, привожу, и у меня постоянно перевес из-за этого чемоданов. Я получил колоссальный фидбэк, и могу сказать, Наташ, что люди очень любят читать книги. Я сейчас понимаю, что я тоже должна ответить на этот вопрос, но мне кажется, что я вообще, хорошо, что я с краю села, потому что я, мне кажется, не самый полезный человек здесь. Я никого не читаю, потому что я сейчас пытаюсь подумать, кого же я читаю, я никого не читаю, я вот в Инстаграме подписана на некоторых бьюти-блогеров, но и то, как бы, я даже не знаю, кто они, ну, то есть я ни разу не смотрела, и это вообще для меня такая немножко, если честно, чужая тема. Я смотрю Инстаграмы там всех своих друзей, Инстаграм вообще моя любимая, но вот мне больше нравится Инстаграм Фаррелла Уильямса, потому что он такой ненавязчивый, и там все весело, но вот информацию я как-то, видимо, может, потому что мы все, ну, как-то все равно общаемся, и это информация, которая нужна о том, что произошло, что вышло, потому что я не слежу, мне рассказывают друзья. Вот мне сколько друзья рассказали, там Гоша Карцев, Александр Рогов, вот Мага, я вот столько и знаю, все, реально больше не знаю ничего о моде. Ну, там блок Шарлот Тилбери, или... Нет, честно, я вот про какой-то блонд-салат только недавно узнала, мне говорят, посмотри, эта девочка, как ты, только типа американская, или не американская, это девочка научилась очень быстро монетизировать, И, ну, что типа блондинка, которая многим нравится, ну, я посмотрела. Девочка-наджу, которая ходит сейчас с ног до головы в Шанель и делает свою собственную обувь. вот я не поняла там, да, это интеллектуальное. А тебе совсем не хочется, да? У тебя все есть в руках? А как-то нет, я не знаю, в моей жизни еще я постоянно монтирую эти свои видеоуроки, и у меня так уже от компьютера устают глаза, что я неволи по-лишнему поводу не открываю просто даже. А в Инстаграме я постоянно листаю, подписана там, наверное, на 200 с чем-то человек, и все, слежу, всем страшно ставлю лайки, вот, и, ну, то есть мне вот это нравится, но я не задумываюсь над тем, я пролистываю ленту вот так вот очень быстро, это знаете как, это Инстаграм у меня вместо того, чтобы лежать и посмотреть в потолок и тупить. Вот это Инстаграм у меня для этого. То есть в нем смысла для меня никакого нет, абсолютно. Интересно, слышать ли нас рекламодатели? Анна, ну, давайте, коротко. Какие любимые сайты? не очень много времени сидеть на сайтах, но поскольку я работаю в интернете, я раньше, правда, честно, очень много читала журналы, все глянцевые, сейчас у меня нет времени их покупать, а также, когда я их покупаю, я понимаю, что вот новости, а мы про них месяц назад написали, и мне как-то скучно становится, поэтому глянец я уже отложила, и дальше я перешла на интернет-сайты, и потом я поняла, что все пишется одно и то же, к сожалению, в интернете, и теперь я захожу только на свой сайт, и, ну, правда, я честно, я не вру, я правда говорю, потому что буквально недавно я захожу на сайт, смотрю, ого, какие новости, ничего себе, захожу на другие сайты, там все то же самое практически, поэтому мы сейчас тоже пытаемся отойти от вот этих шаблонов, от вот этих шаблонов, к сожалению, я думаю, все сайты это понимают, потому что новости, они прямо печатаются, 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 блоги я не читаю, изредка Дашу Каниловскую читаю, потому что она достаточно интересно пишет, и, в принципе, все, инстаграм это сейчас номер один, и когда ты заходишь туда, ты узнаешь все, 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 все выжимки из всех порталов, из всех блогеров, из всех глянцевых журналов, поэтому инстаграму за это спасибо, и спасибо всем, кто делает новости. Спасибо фейсбуку, что купил инстаграм, и надеюсь, что они еще не скоро ведут плату за это, как, в отличие, а, кстати, забыла спросить, вы в курсе, что скоро вас заставят платить налоги, там вот это вот, потому что у всех у вас, на самом деле, многотысячная аудитория, и, на самом деле, такая политическая скользкая история, в плане блогеров, которые пишут о политике, высказывают свое мнение, которое все пытаются присесть, соответственно, сейчас это действительно рассматривается, и если больше трех тысяч просмотров в месяц, то вы уже считаете СМИ. Что мне делать? И что, это для вас угроза? Нет. Вы станете такими же, как мы? Какой кошмар. Дорогие друзья, что делать тем, у кого нет рекламы? У меня за что заплатить налог? Может быть, может быть, начать ее публиковать у себя на сайте? Такие гордые. Но мы от нее не откажемся. Друзья мои, я боюсь, Спасибо вам большое. Жаль, что нету большего времени задать все вопросы, там еще огромный список. Спасибо. Но я думаю, что ребята с нами, и вы сможете в куарах задать им все вопросы. Спасибо огромное. Спасибо Маше. Спасибо нашим уважаемым гостям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.